Здравствуйте, уважаемые зрители! Я подготовил для вас увлекательный обзор финала нового сериала «Хрустальный». На первом канале сериал стартует с 23 января и будет выходить по две серии в день, один раз в неделю. Хочу отметить, что сериал уже вышел полностью на цифровом телевидении 19 апреля 21 года. Главный вопрос, который волновал меня и фанатов, кто убийца в сериале «Хрустальный». Благодаря отличному сюжету, версии были самые разные. Главные герои до последнего были уверены в причастности Барса. Но как оказалось, главный злодей не имел никакого отношения к похищению детей. Признаюсь вам, уважаемые зрители, я был очень удивлен, когда узнал, что маньяком оказался Вячеслав Игоревич, учитель и наставник Сергея. В финале мы увидим, как погибает брат Сергея, пытаясь обезвредить преступника. Сам же главный герой связывает маньяка и начинает его допрашивать. Тут-то и выясняется, что Сергей был первой жертвой Вячеслава Игоревича. Тот надругался над мальчиком и ждал скорого ареста. Каково же было удивление преступника, когда выяснилось, что из-за шокового состояния Сережа забыл все, что с ним произошло. Это развязало Вячеславу Игоревичу руки. Таким образом, преступник умудряется обвинить главного героя и сделать его частично причастным к происходившему. И все же финальная сцена оставляет надежду для зрителей. Сергей решает спасти Катю и ее сына из Ада, в котором они живут. Он забирает их в Москву и навсегда уезжает из Хрустального. Концовка очень сильная. В своем монологе Вячеслав Игоревич рассказывал о том, что у убитых им детей не было шансов. Эти ребята из неблагополучных семей, которые почти наверняка повторят путь своих родителей и навсегда сгинут в болоте Хрустального. Забрав Катю и ее сына в Москву, Сергей пытается спасти хотя бы их. Благодаря этому жесту, во всем этом браке появляется лучик надежды. Я считаю, что этот сериал один из лучших отечественных сериалов. А как считаете вы? Напишите свое мнение в комментариях. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайк под видео. Приятного просмотра!